Как всегда, новый день встречаем вместе с программой «Утренний фреш». Я, Николай Скинтиян, расскажу о некоторых актуальных культурных событиях Гомеля и познакомлюсь с другими интересными фактами и событиями. Традиционно немного о погоде. Сегодня небо на территории Гомельской области должно быть безоблачным. Осадков не прогнозируется. Столбики термометров поднимутся до 33 градусов. Ветер юго-восточного направления скоростью до 6 метров в секунду. И еще немного о погоде. В начале этой недели в некоторых городах Беларуси были побиты температурные рекорды. В понедельник в Могилеве столбик термометра поднялся до отметки 30,2 градуса тепла. Предыдущий рекорд дня – плюс 30,1 градуса. Он был зафиксирован в 1956 году. 29,9 градуса было на Нарочи. Там прежний рекорд был в 2011 году. 29,3 градуса тепла. 28,7 – в Мстиславле, где в прошлом году зафиксировали плюс 27,9 градуса. А в Бобруйске погода повторила рекорд 1956 года – плюс 30,3. Рекорд 1998 года повторился и в Лельщицах – почти 31,5 градус выше 0. Жаркая погода в Беларуси прогнозируется до конца недели. Сегодня по стране будет переменная облачность. Днем преимущественно по западной части страны должны пройти дожди, а днем столбики термометров поднимутся до 33 градусов. И такой температурный фон будет превышать климатическую норму в среднем на 7 градусов. Завтра местами по стране прогнозируются небольшие осадки. Синоптики утверждают, что прохладнее не станет до самых выходных. А вот в конце недели север Беларуси заденет холодный атмосферный фронт. А по югу страны еще задержится 30-ти градусная жара. Искусство традиционное и современное. Цикл лекций под таким названием организуют во дворце Румянцевых и Паскевичей. Это совместное мероприятие дворца и творческой мастерской «Воздух». Проект создан для знакомства посетителей с диалектикой нового и традиционного в истории визуальных искусств. 12 июня речь пойдет о традиционной живописи и скульптуре в современном искусстве. Традиционным жанрам и сюжетам в современном искусстве посвятят встречу 19 июня. Примеры новых прочтений классики, которые позволят по-другому взглянуть на музейное пространство, обсудят 26 июня на лекции «Современное искусство» и «Классический музей». Для искусства характерно стремление к новому через переосмысление старого. Поэтому оно развивается, отрицая традиционные базовые устои. Подробно участники встреч поговорят на эту тему 3 июля. В этот день состоится завершающая лекция «Традиция отрицания. Традиции в искусстве». Все мероприятия пройдут в выставочном зале Дворца Румянцевых и Паскевичей. Начало в 19.00. В Гомельском областном центре народного творчества открыта выставка эзотерических картин. Автор экспозиции под названием «Путь к себе. Краски моей души» Галина Олейникова. Художницей создана большая коллекция работ в смешанной технике с использованием различных графических материалов. На выставке будет интересно самому широкому кругу зрителей. Вход свободный. Не упустите возможность прикоснуться к особому направлению изобразительного искусства. Молодежный театр предлагает гомельчанам рок-комедию «Фанатки». Это спектакль о молодых для молодых и их родителей. Он рассказывает об актуальной проблеме – желании надевать маски, прячась от действительности. Мир, созданный в постановке, отражает вполне реальное, фанатичное отношение людей к себе, своим близким и обществу. Почему и зачем человек создает себе кумира? Как оставаться собой в обществе, где постоянно нужно оправдывать чьи-то ожидания? Как сохранить свою искренность? Ответы именно на эти вопросы и будет искать главная героиня спектакля. Сериал «Оса. Особая следственная аналитика» – это остросюжетный сериал от создателей знаменитого «Следа». Он рассказывает еще об одной специальной группе, которая расследует необычные преступления. Эксперты «Осы» берутся за дело, когда кажется, что преступники не оставили за собой и следа, а традиционные следственные методы только тянут время. «Оса» создана именно для таких случаев. В каждой серии эксперты распутывают преступления, показывая зрителям всю цепочку своих действий. Включайте наш телеканал «18-25». В выпусках передачи «Земля. Наша» творческая группа знакомит телезрителей с жизнью малых населенных пунктов нашего региона. Сельскохозяйственная, социальная и культурная темы раскрываются через конкретных героев – работников местных хозяйств и сферы услуг, сельских учителей и школьников, участников творческих коллективов и ремесленников. Каждый герой – яркая, неординарная личность со своей уникальной жизненной историей. Включайте телеканал «Беларусь-4 Гомель» сегодня в 19.30. Как всегда по вечерам в нашем эфире программа «Добрый вечер, Гомель». Это рассказ о ярких событиях из жизни Гомеля и Гомельской области, разговор на актуальные темы с интересными гостями в студии. Сегодня вечером смотрите новый выпуск. Включайте телеканал «Беларусь-4» в 20.25. Не упустите хорошую возможность приятно провести вечер всей семьей у телеэкрана. Пять туров, пятерка игроков в каждой из двух команд и харизматичный ведущий. Каждую неделю команды школьников из Гомельской области борются за победу в викторине эрудит пятерка. Ведущий Леонид Климович готовит для команд множество занимательных вопросов. Участники игры проявляют свои лучшие качества, умение грамотно распределять силы и строить выигрышную стратегию. Интрига держит зрителей и болельщиков в приятном напряжении по воскресеньям в 12 часов 15 минут. К другим интересным новостям. Японские ученые разработали устройство, которое передает вкус виртуальной еды. Прибор воздействует на определенные зоны языка, и человек ощущает вкус благодаря минимальному электрическому воздействию на вкусовые рецепторы. Разработку прикладывают к языку, и это позволяет ощутить один из пяти вкусов. Как утверждают специалисты, использование такого прибора поможет людям, которые, к примеру, сидят на диете. В Северной Каролине мужчина из-за забывчивости едва не лишился сотен тысяч долларов. Он купил лотерейный билет и оставил его на сидении своего авто. Затем он какое-то время не ездил на машине и забыл про розыгрыш. Спустя две недели американец отправился в магазин и случайно заметил на сидении билетик. Проверив его, счастливчик узнал, что стал обладателем джекпота в размере 468 тысяч долларов. Часть денег уйдет на покупку автомобиля для жены и на ремонт дома. А ту сумму, которая останется после реализации этих планов, решено приберечь. Житель Беларуси попал в книгу рекордов Гиннеса. Молодой человек побил рекорд по выходам силой на кольцах. Он сумел выполнить 18 повторений подряд. Белорусский воркаутер стал рекордсменом в категории «Максимальное количество последовательных подъемов мышц». Рекорд был зафиксирован на видео. При этом мужчина уже не впервые попадает в книгу рекордов Гиннеса. Ранее он установил рекорд по количеству выходов силой на две руки. Также он рекордсмен по числу выполненных подтягиваний. Со временем второй рекорд был побит, но другие два белорус пока продолжают удерживать. И напоследок немного о братьях наших меньших. Собака виляет хвостом, значит, она рада нас видеть. Мы давно привыкли к этому утверждению. Однако радость, как утверждают знатоки характеров этих питомцев, не единственный мотив для виляния хвостом. Группа ученых установила, что собаки могут вилять хвостом и в том случае, если сильно нервничают. Такая реакция может возникнуть, когда пес замечает своего сородича или другое животное, поведение которого для него пока непредсказуемо или откровенно агрессивно. Кстати, есть простой способ, который поможет лучше понять собаку. Нужно просто оценить, в какую сторону при вилянии больше направлен хвост. Если вправо, то пес просто выражает радость. А вот если влево, то животное не уверено в своих силах и чего-то побаивается, утверждают специалисты. Это был Утренний Фрэш, я Николай Скинтиян. Как всегда, желаю вам только солнечного настроения и улыбок окружающих вас людей. Редактор субтитров А.Семкин